У Capcom есть замечательная традиция – выпускать кучу клонов, сиквелов и прочие мишуры, призванные доить послушных фанатов, а затем выкатить на гора весьма оригинальный и самодостаточный хит. К этим редким, но метким залпам относится и Аками – новый проект Clover Studio, уже известный нам по Beautiful Joe. Как и предыдущая работа студии, Аками вовсю использует селлшейдинг. Именно благодаря ему создаётся неповторимый стиль, по которому игру с первого взгляда узнает каждый. Не ошибиться поможет и выбор главного действующего лица игры. В Аками нам предстоит управлять не кем-то, а самой настоящей волчицей – земной инкарнацией богини Аматерасу. И поэтому помимо обычных возможностей, вроде бега, прыжков и атак, нам доступна волшебная кисточка, которой можно и нужно напрямую влиять на мир игры. При нажатии Shift R1 всё действие на экране приостанавливается и появляется кисточка. Зажимаем квадрат и левым аналогом вводим кисточку по экрану, рисуя то, что в данный момент необходимо. Рисование это используется и в головоломках, и в бою. Короткая горизонтальная черта поверх врага принесёт ему не меньше зла, чем волчий укус. Геймплей Аками основан на системе миссий и сайт-квестов. Постоянно есть некая глобальная цель, но вместе с тем мы можем позволить себе отвлечься на более тривиальные заботы. Так, добравшись до поглощённой тьмой деревни, нарисуем на небе солнце, и посёлок оживёт. Затем, вместо того, чтобы двигаться далее по сюжету, можно помочь местному населению. К примеру, с помощью всё той же кисточки дорисовать отломанный кусок водяной мельницы. Сказать, что Аками проект интересный, значит не сказать ничего. В конце концов, лишь одного балла не хватило ему до идеальной оценки в Фомицу, а это уже о многом говорит. Остаётся лишь надеяться, что плохие продажи в Японии не заставят Capcom передумать выпускать игру на английском. Ведь текста в Аками действительно много, а играть без знания языка очень сложно.